Это проект «Место происшествия» на первом городском телеканале в Кирове. Эксклюзив «Неподдельные эмоции. То, к чему нельзя быть равнодушным». В студии Сергей Пичугин. Здравствуйте. Подписывайтесь на наши соцсети ВКонтакте и Телеграм. А вот что увидите сегодня. Подожгла дом и убедилась, что выход перекрыт. Не случайный пожар, а тройное убийство произошло на улице Лесной. Пришел не с цветами, а с ножом. Хотел наладить отношения с бывшей, но в итоге чуть ее не убил житель Кирова в Нововятске. Пассажир Лады погиб, водитель выжил. В Фудосиновском районе столкнулись КамАЗ и Гранта. Когда одной полосы не хватило. Как относитесь к пьянцу за рулем? Я эгоистически против. На улице Щерц и очевидцы. Ночной патрули. Сотрудники ДПС задержали водителя Нивы Шевроле. Неслучайный пожар, а тройное убийство произошло на улице Лесной в Кирове. Напомним, 13 марта там сгорел деревянный дом. Под завалами сотрудники МЧС нашли тела трех человек. Как выяснилось, дом вспыхнул не из-за сигаретного окурка. Здание подожгли. Следователи подозревают в убийстве 40-летнюю женщину. Детали этого дела в нашем первом материале выпуска. Известно, что 40-летняя обвиняемая совершила убийство, что называется, в пьяном угаре. В день преступления бродяга выпивала вместе с тремя знакомыми. В доме за столом сидели 47-летний, 52-летний мужчины, а также 36-летняя женщина. В тот день в данном доме компания из четырех человек употребляла спиртные напитки. В ходе застолья между женщиной и одним из мужчин произошла ссора на почве личных неприязненных отношений. Видимо, обида была очень сильной. Женщина зашла в пристрой дома, собрала тряпки и подожгла их. По словам следователей, убегать сразу обвиняемая не стала. Она убедилась в том, что огонь разгорелся и выход из здания перекрыт. А значит, шансов выжить у обидчиков почти нет. В настоящее время женщина задержана. Решается вопрос об избрании в отношении нее меропресечения в виде заключения под стражу. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Известно, что обвиняемая протрезвела и дала показания. Сейчас ей грозит до 20 лет тюрьмы. Михаил Вагин. Место происшествия. Хотел наладить отношения с бывшей, но в итоге чуть ее не убил житель Кирова в Нововятске. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». 38-летний мужчина пришел к даме не с цветами и словами примирения, а с ножом. Что из этого вышло, узнаете в рубрике «Сводка». Инцидент произошел 9 марта в 8 вечера в Нововятском районе. Пьяный 38-летний мужчина пришел к своей 37-летней даме сердца, чтобы восстановить отношения. Встреча состоялась в подъезде дома, где проживает женщина. Она ответила отказом и разозлила назойливого ухажера. Во время ссоры тот достал нож и ударил им бывшую. Даму госпитализировали в больнице. У нее серьезные травмы. Мужчина же убежал и какое-то время скрывался у знакомого, однако его задержали. Сейчас подозреваемого заключили под стражу. Расследование продолжается. 13 марта в поселке Медведок на Линского района вспыхнул деревянный жилой дом. В результате погибла 72-летняя женщина. По предварительной версии пожар произошел из-за короткого замыкания электрообогревателя. Сейчас сотрудники СКР проводят доследственную проверку. Похожая трагедия произошла в селе Верхоромение Мурашинского района. Загорелся частный дом. Огонь полностью уничтожил деревянную постройку. И под завалами обнаружили тело 62-летнего мужчины. По предварительным данным, причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. Полиция разыскивает подозреваемого в краже с банковского счета. Он попал в объектив камеры наблюдения. Неизвестный оплачивал покупки чужой банковской карты. Ее потерял владелец. Ущерб составил 6900 рублей. Приметы мужчины на вид 35-45 лет. Среднего телосложения. Рост около 170 сантиметров. Носит очки в черной оправе. Был одет в черную меховую шапку, бежевую куртку. При себе имел рюкзак черного цвета. Информацию просят сообщить в полицию по телефону 8 922 961 57 53 40 60 01 или 102. Сергей Пичугин. Место происшествия. Следователи разбираются в деталях ДТП в Подосиновском районе. Там КАМАЗ протаранил Гранту. Пассажир легковушки погиб. Водителя с травмами увезли в больницу. Об этом и других дорожных происшествиях расскажем в обзоре аварий. ДТП произошло 14 марта в 23 часа 30 минут на 34-м километре дороги Подосиновец-Пенюк. Столкнулись Лада Гранта и КАМАЗ. От удара 21-летний пассажир легкового авто погиб. 19-летний водитель получил травмы. Сейчас по факту смертельного ДТП следователи проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Еще одно ДТП с участием Лады Гранта произошло в Уржумском районе. На 23-м километре дороги Киров-Малмы-Шведские поляны 26-летняя девушка-водитель Лады не справилась с управлением. Машина выехала в кювет и перевернулась. Единственный участник аварии получил травмы. Пострадавшая обратилась за медицинской помощью. В Кирове на перекрестке улиц Щероса и Пугачева 19-летний водитель устроил ДТП с тремя пострадавшими. Оно произошло 14 марта в 0 часов 23 минуты. По предварительным данным водитель Форда поехал на красный сигнал светофора. И это нарушение закончилось лобовым столкновением со Шкодой «Октавия». В итоге обе машины получили повреждения, а три человека – травмы. Это 28-летний водитель седана и две его пассажирки. 21 года и 29 лет медики оказали пострадавшим помощь. Через 11,5 часов на улице Романа Ярдякова произошло ДТП с участием велосипедиста. По предварительным данным, 22-летний водитель «семерки» сбил ровесника на велосипеде. Колесо двухколесного транспорта отпало и повредило припаркованную «Ладу Гранта». Велосипедист получил травмы, его увезли в больницу. Сергей Пичугин, место происшествия. Сейчас будет короткая пауза, она пройдет быстро, не переключайтесь. Когда одной полосы не хватило. Как относитесь к янцу за рулем? Грегически против. На улице Щерса очевидцы, ночной патрули, сотрудники ДПС задержали водителя «Нивы» «Шевроле». Не поверила знаку «Уступи дорогу». Попала под удар «Лексуса» женщина-водитель «Нивы» на улице Красноармейской. Перестроился на перекрестке. На Октябрьском проспекте гореводитель «Белой Весты» не увидел «Нексию». Это проект «Место происшествия» на первом городском телеканале в Кирове. Мы продолжаем эфир. Представился ярым противником пьяного вождения. Мужчина за рулем «Нивы» «Шевроле» на улице Щерса. Его задержали сотрудники ДПС при помощи активистов ночного патруля и очевидцев. Он ехал зигзагом, чуть не устроил ДТП, а на лицо все признаки опьянения. Однако задержанный твердил, что ни в чем не виноват. С ним пообщался Павел Москвин. На улице Щерса очевидцы заметили «Ниву» «Шевроле». Машина ехала зигзагами и в любой момент могла врезаться во встречное авто. Водитель либо был пьян, либо болен, либо его клонило в сон. На перекрестке с улицей Ульяновской он остановился и впал в Нирвану. Ни зеленый сигнал светофора, ни сигналы других участников движения на него не действовали. Очевидцы решили задержать водителя, чтобы он не устроил ДТП. Они позвонили активистам ночного патруля, а те вызвали полицию. Мужчину задержали прямо на перекрестке. Однако у него своя причина того, почему машина стоит на дороге. Факт пьяного вождения Юрий отрицал. Мужчина хотел найти очевидцев, которые его задержали. Напоследок мужчина рассказал, что презирает пьяных за рулем. Как относитесь к пьянцу за рулем? Крегуически против. За отказ от экспертизы полагаются штраф и лишение прав на полтора года. Сергей Пичугин, Павел Москвин. Место происшествия. Попал под удар Лексуса водитель Нивы на улице Красноармейская. Женщина на внедорожнике, видимо, не поверила знаку уступить дорогу и смело поехала прямо. Далее рубрика «Видеорегистратор». Неосторожно выехала на перекресток улиц Красноармейской Свободы женщина на «Шевроле Нива». Дама выезжала со второстепенной дороги, а по главной ехал «Лексус». Похоже, ДТП могло произойти на перекрестке улиц Московской Свободы. Там тоже водитель Нивы думал, что едет по главной дороге. Благодаря реакции шофера на «Хюнде». Аварии удалось избежать. Перестроился на перекрестке. На Октябрьском проспекте горе-водитель «Белые Весты» и среднего ряда поехал налево и не заметил Нексию. На улице Воровского произошел инцидент, который мог закончиться печально. Гонщик на Ниве повернул из среднего ряда и едва не сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе. Резко перестроился направо. На улице Преображенской водителю «Лады» стоит быть осторожней с маневрами. Ремонт сейчас очень дорогое удовольствие. Взяла и не дошла до мусорного бака. Что увидела впереди себя женщина с пакетом у дома номер 17 по улице Северной набережной? Сейчас, гадают очевидцы, она сначала остановилась, замерла, потом положила мусор на снег и ушла. Михаил Вагин. Место происшествия. И на сегодня это все. Отправить ваше видео с комментарием можно по номеру, указанному на экране. В студии был Сергей Пичугин. До новых встреч.